Hey, what's up? Alex here again. You're watching ProEnglish. В этом видео я вам расскажу про эффективную методику изучения английского языка по художественным книгам. Сразу скажу, что методика непростая, такие занятия отнимают массу сил и времени, но они крайне эффективны. Именно так занимаются ребята в специализированных школах с углубленным изучением английского языка и студенты на факультетах иностранного языка в вузах. Итак, у нас два блока. Первое, как выбрать книгу. Второе, как заниматься. Начнем сначала. Жанр и автор. Запомните, книга должна вам нравиться, она должна быть интересна. Если она будет неинтересна, вы быстро ее забросите, потому что чтение на английском языке намного сложнее чтения на русском языке. У вас должна быть сильная мотивация дочитать эту книгу. Поэтому выбирайте жанр, который вам нравится читать, и автора, стиль которого вам подходит, вам просто и легко понять. Не гонитесь за бестселлерами и за книгами, которые нравятся вашим друзьям. Возможно, это не ваша литература. Выбирайте то, что вам действительно хотелось бы прочитать. Возможно, вы уже видели фильм или читали ее на русском языке. Иначе занятия вы быстро забросите. Следующее. Левел. Как определить уровень? Как подобрать книгу под себя? Запомните. Уровень книги на английском языке должен быть чуть-чуть выше вашего текущего уровня. Это делается для того, чтобы было куда расти, развиваться. Если она будет слишком простая, вы ничего нового не узнаете. Если слишком сложная, вы потратите массу времени на перевод, на разбор книги, прогресс будет очень медленным. Это сильно демотивирует, и такие занятия вы, скорее всего, быстро забросите. Итак, как же подобрать книгу? Нашли книгу, которая вам нравится, вы хотели бы ее прочитать. Это может быть как оригинал, так и адаптированная книга по уровню. Открываете ее на любой странице и начинаете читать. Прочитали страничку или пол и анализируете, все ли было понятно. Если в целом смысл ясен, значит, эту книгу можно читать. Если вы поняли абсолютно все, значит, она слишком простая. Ничего не поняли, слишком сложная. И теперь, что касается незнакомых слов. Я считаю, что их должно быть примерно 20-25%. Некоторые утверждают, что их должно быть 30%. Но вы представляете, что значит 30%? Это треть страницы, абсолютно новые, незнакомые слова. То есть, каждое третье слово будет непонятным. Вы будете заниматься не чтением, а переводом. Поэтому оптимально 20, максимум 25%. Тем более, постепенно количество незнакомых слов будет сокращаться. И под конец книги их может быть даже 10 или даже меньше процентов. Теперь, сама методика. Как мы читаем? Thorough reading. Grammar and vocab. Тщательное чтение. Грамматика и вокабуляр. Вы открываете книгу на первой странице. Читаете первый абзац. Потом начинаете разбирать. Если какая-то грамматика незнакомая встретилась, вы должны ее понять, что это такое, выучить. И иметь представление, почему она здесь использовалась. То же самое касается слов. Все незнакомые слова и выражения вы выписываете в словарик. Зачем мы выписываем в словарик? Чтобы подключить механическую память. Чем больше разных видов памяти вы подключаете, тем быстрее вы запоминаете слова и выражения. И мы не пишем слово и перевод. А что мы делаем? Мы записываем put down phrases and sentences. Фразы и предложения. То есть мы пишем целую фразу или часть предложения, где это слово встретилось. Таким образом, мы учим слова в контексте, в ситуациях. Ведь вся сложность английского языка заключается в том, что одно и то же слово может иметь разные значения в разных ситуациях. Или разные синонимы используются в разных случаях, в разных контекстах. Поэтому, запоминая слова в предложениях, во фразах, в ситуациях, вы сможете действительно освоить лексику английского языка. И еще один совет по чтению. Чередуйте. Одну страницу вы прочитали, полностью разобрали, все записали. Другую читайте для удовольствия. То есть переводите только те слова, которые необходимы для понимания. Ничего не выписывайте. Третью страничку вы тоже полностью разобрали, проанализировали, записали. Четвертую читайте для удовольствия. Таким образом, у вас будет смена деятельности. Вы будете чередовать чтение и разбор. И постепенно вы заметите, что те странички, которые вы просто читаете, без разбора вы все лучше и лучше понимаете. Потому что уровень вашего владения английским языком постепенно будет расти. И как я уже сказал, методика на самом деле непростая, занимает много времени, сил, но она чрезвычайно эффективна. Именно так занимаются люди, которые впоследствии овладевают английским языком. Эта методика проверена десятилетиями. Если у вас какие-то есть другие идеи, как читать книги на английском языке, пишите в комментариях на YouTube. Возможно, я чего-то не знаю. На этом пока все. Смотрите следующие видео, где я расскажу еще про одну интересную методику изучения английского языка по книгам. И также у меня будет видео с инструкцией, как изучать английский по фильмам и сериалам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. See you guys. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok